Воспитанники детской школы искусств Аула Кашихабль славятся своими талантами. Огромную лепту в их воспитание вносят преподаватели. Одним из них является преподаватель Давлер Кеджинов. Я выбрал эту профессию давно, еще с 2000 года, наверное, еще учась в школе, в пятом классе, пришел сюда, в этот же зал. Я здесь уже отучился, получилось, что поступил в училище искусств имени Умара Хадзицевича Тхабисимова, окончил в 2006 году и с 2010 года, после работы в Государственном ансамбле танца исламей, работаю с 2010 года здесь, с детьми. Очень интересная профессия, работа с детьми как бы немножко развивает и тебя самого вместе с детьми, и остается время на самореализацию, кроме работы. Недавно в городе Майкопе прошел республиканский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств-2023». Приняв в нем участие, уверенно одержал победу наш земляк Давлет Кеджинов. Конкурс проходил в трех номинациях. Давлет, проявив свой талант, никого не оставил равнодушным. В школу пришло положение по организации этого конкурса, и мы приняли в нем участие, предложили меня на этот конкурс. И вот так получилось, что я туда попал, и было три номинации в этом конкурсе, и жюри выбрало меня в качестве лучшего преподавателя. Как в целом проходил этот конкурс? Конкурс проходил в три этапа. Было три направления, это три конкурса сразу в два дня проходило. Сразу была визитная карточка, потом мастер-класс вместе с детьми, показать определенную тему, заданную, раскрыть ее. И завершающий день был класс преподавателя, то есть можно в форме было концерта это сделать. И мы постарались сделать очень интересный концерт, и жюри это очень неплохо оценило. Преподаватель детской школы искусств имени Магомеда Хагауджа в аулах Кашихабль, Давлет Хазраилевич Киржинов. Я стою на пороге школы искусств, моей родной музыкальной школы, и пытаюсь объяснить себе, вспомнить, как я выбрал этот путь. Мы задумывались, что в жизни не бывает оторванных друг от друга событий. Наша жизнь — это сплошное хитросплетение тонких нитей. Именно эти невидимые влаги нити — хоть прочное полотно судьбы. И каждая нить — это часть души, качество характера. Добрый день, уважаемые друзья! Я хочу рассказать вам о тех событиях в моей жизни, которые привели меня к профессии педагога-хореографа. Еще в детстве я стал заниматься танцами, и свое увлечение этим видом искусства я проник через все школьные годы. Мне нравилась музыка, и я, заслышав пару ритмичных звуков, пускался в пляс. Моим первым преподавателем стала Фатима Аминовна Микулова. Время шло, и вот настал день первого концерта. С тех самых пор моя жизнь — это танец. Не представляю себя без него. Каждое движение, взмах, поворот делает мир ярче. И именно эта любовь к танцам привела меня в музыкальное училище имени Умара Хатисовича Хабисимова, который я окончил в 2006 году, получив специальность артист-балета народного танца. В колледже я получил самое важное — общение с интересными, увлеченными своей профессией людьми, которые своим примером показывали, как надо работать. Танец — это что-то необыкновенное, сочетание пластики, чувств, мимики, которую танцор рассказывает зрителям. И эта возможность представилась мне, когда я работал в государственном ансамбле народной песни и танца «Исламение». Многочисленные выступления, ансамбля на лучших сценических площадках России, Турции, Иордании, Израиля, участие в многочисленных российских и международных фольклорных фестивалях дали мне возможность понять, что адыгский танец имеет интересную, глубокую историю и является частью национальной культуры, сохранение которой очень актуально. И желание быть причастным к этому процессу возникло и у меня. Обучение в Государственном адыгейском университете на факультете адыгской филологии и культуры утвердило меня в этом. Сохранение истории языка, танца моего народа стало для меня и профессией, и хобби. Каждому человеку, каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, других людей, другие народы, понимать свое место в мире природы. В моей жизни мне посчастливилось участвовать в мероприятиях, которые помогают людям других национальностей познакомиться с традициями адыгов. Очень важным, интересным событием в моей жизни стало участие в республиканском конкурсе «Адыгашал» имени Хазрета Меджидовича Садмена в 2018 году. Наши предки оставили нам богатое наследство, традиции, обычаи. Я считаю, что счастлив тот человек, который знает свои корни, а значит и гордится своим народом. И именно для этого я создал у себя маленький музей, рассказывающий о культуре бытия адыгов. В нем хранятся адыгский очаг, повседневная праздничная одежда адыгов, золотошлейные изделия, орудия труда, музыкальные инструменты. Для меня мой музей – маленькое окошко в большой мир исторического прошлого, культурной традиции, заложенной в адыгском народе. У моего народа есть свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Я хочу донести их до сознания детей, потому что они являются относительными народной культурой и должны воспитываться в национальных традициях. Семья – это самое главное для нас всех. Семья – это опора, тыл, защита. Это вся наша жизнь. В моей семье подрастает трое сыновей, и мне хочется, чтобы они почитали традиции, сохраняли родной язык. К счастью, детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки национальной культуры, воспитательный потенциал, народных традиций, актуален в настоящее время. Дети – это то, к чему невозможно подготовиться, и каждый день с ними – это испытание. Прежде всего для нас самих. Они – как невидимый парометр определения, честны мы с ними или нет. И я всегда думаю, как лучше сделать, чтобы завоевать их сердца. И с тех самых пор я, как появился на пороге здания своей родной школы в 2010 году в новом качестве – качестве педагога. К своему выбору быть педагогом я шел постепенно и осознанно. Мне хочется через танец, музыку наполнить жизнь детей яркими красками, положительными эмоциями, движениями, а значит – счастьем. Однажды в жизни ребенка происходит маленькое чудо. Он приходит в танцевальный зал. Кого-то приводят родители. Кто-то приходит сам. Кто-то появляется из любопытства. Но происходит самое главное – происходит встреча. Встреча с прекрасным видом искусства. Встреча с педагогом. Встреча с танцевальным коллективом. Более 13 лет я работаю в этом направлении. И считаю, что каждый ребенок талантлив. И талантлив по-своему. Моя задача – увидеть, разглядеть в ребенке эту искру и дать возможность раскрыться, дать возможность самосовершенствовать. Я, как педагог, регулярно пополняю и совершенствую свои знания и стараюсь соответствовать времени, в котором живу. Чтобы развивать личность ребенка, надо вместе с ним развиваться самому. И считаю, что хороший педагог – это тот, кто увлечен своим делом. Всегда в поиске нового и владеет всеми современными технологиями. Я очень люблю делать с детьми постановки, готовиться к концертным номерам, выступлениям. Хороший хореограф должен быть хорошим режиссером, актером. Иначе он не интересен. На уроке рождаются новые традиции, новые открытия, новые идеи, а любое терпение и труд всегда вознаграждаются. Самой лучшей наградой для педагога являются успехи его воспитанников. Участие в различных концертных программах, конкурсах помогает детям развить свои хореографические способности. Общение с участниками других коллективов обогащает новыми знаниями, новым опытом. воспитывает детям патриотизм и любовь к культуре, истории, традициям своего народа и культуре разных национальностей. Я считаю себя счастливым человеком. Я педагог. А это значит творчество, движение вперед. Я педагог. И это моя судьба. Спасибо большое. Конкурсы испытания класс преподавателя продолжаются преподавателем детской школы искусств имени Хагауджа Аула Кашигабль Давлетом Хазраилевичем Киржиновым. Добрый день. Грогача в ущелье узком За волной спешит волна. Реет над кримилистым спуском, Пеной кривой быстрена. На пути чернеют скалы, Их река берет в разгон, Снегового перевала Нарушая крепкий стон. Реет над кримилистым спуском, Снегового перевала К App Первый храга, 수единянский спуском, Егорнуто Charl escrito Реет над кримилистым спуском, Реет над кримилистым спуском, За волной любви перем tej 123 уп Rei египта。 Замейокинский спуск р Der 길 Снегового перев Border Гудо по Overall Fu О, величав, девичий танец, Пылает дух его стихов. Милых черкешинок, красавец, В спокойном танце ручейков. В шелках горянки, как богини, В девичьем танце снежных гор Всплели руками воедино изящный радужный узор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!